В Бурятии за последние годы наметился устойчивый естественный прирост населения, заявил вице-премьер правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов. Здравствуйте, в эфире программа «Богдаев», и мы пригласили автора этих слов, Владимира Эдуардовича, в гости. Здравствуйте, Владимир Эдуардович. Здравствуйте. Сразу давайте объясним телезрителям, что мы будем то по имени-отчеству, то по имени, поскольку мы одноклассники, учились вместе в 25-й школе, приятельские отношения, и в то же время и официальные, как удобнее. Как говорится, формат без галстков, хотя мы в галстуках, да? По форме в галстуках, да. Так вот, первые вопросы. Разрешите в имени телезрителей Владимира Эдуардовича поблагодарить за то, что вы согласились принять участие в нашей программе, поскольку вы первый министр правительства Бурятии, который приходит к нам в эфир. Член правительства. Да, член правительства, да. И откликнулись вы на приглашение наше публичное после эфира со Степаном Калмыковым, где мы обсуждали ситуацию, сложившуюся в Бурятском госуниверситете, назначение Николая Мошкина новым ректором БГУ. Так вот, в эфире у нас прозвучало, что все-таки Николай Мошкин член клана Матхановых. Согласны с этим? Что вы за его спиной стоите вы, как его, как сказать, протеже? Ну, я, отслеживая ваши передачи, конечно же, признаю, вижу любовь к кланам, к турбализму и так далее. Но, на самом деле, хочу отметить, что семья Матхановых, ну, мы состоим из трех братьев, как и Иринчей, Михаил и я, на самом деле, как такого клана, естественно, не существует. И та давняя история в ваших передачах из одной и другой переходящая по поводу влияния моего на назначение Николая Ильича, конечно, она многими обсуждается. Ну, первый раз она задается мне из ваших уст. И она должна отметить, что Николай Ильич, на самом деле, он пришел в правительство еще до меня, до моего прихода. И, конечно, какого степени моего влияния, не присутствует в правительстве, влияет на его назначение, она практически сводится к нулю. То, что его назначение в Бурятский государственный университет, ну, я думаю, что это было логичным, продолжение его административной карьеры, потому что, будучи первым заместителем министра, основные ключевые моменты, это всегда, по большому счету, на плечах первого заместителя. Это и стройки, это капитальные вложения, это работа в Народном хорале Республики Бурятия. И я здесь не вижу, что такого особенно сверхъестественного в том, что при всем уважении к Степану Владимировичу, знаю, сколько он отдал университету, сколько для него сделал. Конечно же, когда при вопросе новой кандидатуры на эту должность Министерство образования обратилось в образовательную сферу нашей Республики Бурятия, где министр занимается своими большими вопросами, большим блоком вопросов в Министерстве, конечно, возможны полы, как раз на Николая Ильича. Степень моего влияния здесь, конечно, на... В общем, вопросы я понял. Он самостоятельная фигура, зарекомендовавшая себя, я думаю, что это полностью в его было руках, и это назначение... Хорошо, давайте скажем так тогда, что, значит, Николай Мушкин – это карикатура главы Бурятии Вячеслава Наговицына. Так будет, наверное, правильнее. Это карикатура Министерства образования Российской Федерации. Поддержанная, может, в том числе, правительством Республики Бурятия. В лице правительства и главы республики Наговицына. Хорошо, вопроса нет. Второй вопрос. Вы тут сказали о кланах и так далее. И решили развеять, что ли, такую красивую сказку о том, что существует клан Матхановых. Есть клан Матхановых или нет? Есть семья Матхановых, да. Так. А клана нет? Ну что, клан же – это более широкие понятия, насколько я понимаю. Оно же и родственные связи, и неродственные связи в себя включает. У нас есть, на самом деле, просто семья Матхановых. Три брата, которые живут, работают давно в Республике Бурятия. Владимир Эдуардович, как вы находите общий язык с Иринчеем Эдуардовичем? Может, у нас справедливо рост, вы представитель партии власти. Все-таки вы на диаметрально противоположных позициях стоите, получается. Сложновато, наверное, в личном общении или нет? Нисколько. На самом деле, политическими процессами и вы, и я интересуемся. Мы видим программы той или иной партии. По большому счету, они схожи. И поэтому говорить о принципиальном, диаметральном взглядах на решение той или иной проблемы, оно не приходится. И сразу скажу, о гражданском противостоянии внутри семьи речи не идет. Вопрос может быть в механизмах, в алгоритмах. Но, опять же, здесь в большей степени, наверное, влияет не партийная принадлежность, не партийная риторика, а чисто личностная. Она и внутри, Единая Россия, она разная. Каждый из политиков по-разному подходит решение вопросов. В других партиях то же самое. Каких политически придерживается взглядов ваш третий брат Михаил? Он что-то в политике не засечен. Да, он вне политики, он занимается чисто бизнесом. Продолжая наш разговор, я бы хотел еще задать вопрос, который просто висит в воздухе, который я не могу не задать, от лица телезрителей. Судьба Байкал-фарма. Все-таки фамилия Матханова, она тесно связана с судьбой Байкал-фарма. И вот та трагическая ситуация, которая сложилась вокруг этого предприятия, лица Бурятия, не может не волновать людей, телезрителей. И поэтому, ну, ваша в нескольких словах позиция по этому вопросу. На самом деле, вот даже буквально в последний вот этот месяц, в рамках и при подготовке бюджета Республики Бурятия, при парламентских слушаниях по программе социально-экономического развития Республики Бурятия за пять лет предшествующих, очень часто изучало предприятие Байкал-фарма. Конечно, это было первоначально маленькое семейное предприятие, которое не было построено государством, там не было государственных средств, оно не было приватизированным, это было с нуля взятое просто помещение. И развитое до предприятия, которое уплачивало порядка полутора миллиарда консолидированных бюджетов во всех уровнях. И, конечно, с 2007 года, как я стал депутатом Государственной Думы, я, в принципе, в большом счете отошел, я и де-юро обязан был это сделать, но я и де-факто отошел от этого процесса, наблюдал, естественно, не мог не сопереживать этому процессу. Но, как знаете, вечного бизнеса не бывает. Рано или поздно бизнес или должен прекратиться, или должен трансформироваться во что-то. Наверное, этот процесс может быть слегка и болезненный, внешне очень достаточно так оживленно обсуждаемый жителям Республики Бурятия, но достаточно естественный. Я ничего не вижу, здесь нет таких потрясений. Самое главное, что люди не пострадали, зарплата выплачена в полном объеме, но есть, конечно, какие-то отношения между поставщиками, с хозяйствующими субъектами, ну, это риски любого бизнеса. И поэтому, я думаю, что здесь ничего страшного такого нет. Еще раз повторюсь, главное, что люди, которые там работали, они всегда были благодарны, и сегодня очень достаточно с благодарностью отзываются о работе на заводе. Я думаю, что это добрая память о нем в них останется тоже, в том числе и на будущий период. — Тогда вот уточняющий вопрос. Почему все-таки вы, видимо, на Семейном Совете это все-таки принималось решение, решили отказаться от этого бизнеса, фактически слили Байкалфарм? — Нет, ну, это на самом деле принимало решение средний брат. Мы с Ильичей тоже, будучи ставшим депутатом Государственного Дома, он уже отошел от управления, вообще в вопросах касающихся завода. Ну, как такого семейного решения, честно говоря, не было по данному вопросу. Ну, просто было такое, может быть, степень реагирования на те или иные проблемы была немножко иная. Ну, мы уже не занимаемся вопросом, Михаил у нас достаточно самостоятельная фигура, опытный. — Ну, а чем он объяснил? Почему он решил отказаться от этого бизнеса? — Ну, в том числе, на самом деле, сейчас идет очень большой процесс перераспределения рынка в пользу государственных, больших, крупных компаний. Все большие и крупные компании, они в большей степени сконцентрированы в европейской части и на Кавказе. Те, кто работает в Сибири и на Дальнем Востоке, на самом деле, их практически всех эта участь не миновала. — Загнули. — Нет в Сибири ни одного завода, который бы не прошел процедуру банкротства. Нет таких заводов. И поэтому, в том числе, она не миновала и Байкалфарм. Ну, я думаю, что никто на нем еще крест не ставит, еще посмотрим, что будет завтра. — Да, в том числе. — Ну, вы, получается, были вполне успешным бизнесменом, хорошо зарабатывали, обеспечивали семью, бизнес развивался, и вдруг вы решили заняться государственной деятельностью, пошли в народный хурал. Почему было принято с вашей стороны такое решение вот кардинально поменять жизненную эстезию? — Ну, наверное... — Или тогда интересы бизнеса требовали, чтобы получить монтаж? — Ну, не без этого, конечно, потому что ситуация, ну, она в целом в стране так и может быть, ну, к сожалению, наверное, все-таки складывается таким образом, что любой бизнес нужно защищать. И сегодня практика тех бизнесменов, которые у нас сегодня есть в представительных законодательных органов, будь то муниципалитетов или республиканских, она это подтверждает. Нужно защитить бизнес, нужно защитить людей, которые работают, а их было... доходило до полутора тысяч, и поэтому, конечно же, Иринчаев в 98-м году впервые избрался. И я в дальнейшем уже в 2004-м году, также ступая по стопам старшего брата, избрался в Народных Урал. Но это не было никакого конфликта, на самом деле, между бизнесом и законотворческой деятельностью, потому что избиратели Хоринского района, которого я всегда очень благодарен, они, в принципе, это никак не влияло ни на отчисление в бюджет, там, и акцизов в их адрес, это никак не было связано с объемом производства. На самом деле, просто лишь в те моменты, когда осуществлялся какой-то, ну, возможно, прессинг в те времена, не без того, традиция эта возникла не сегодня, она была и в те времена. Конечно же, депутатский мандат, он позволял ограждать каких-то проблем. Ну, вместе с тем была огромная работа сделана на избирательных участках, что у Иволгинского района, у Иринчаев, что у Михаила в Бурятском, в Сердинском автономном округе, в Иркутской облаке, что у меня в Хоринском районе, она была сделана очень большая. Хорошо. Что сделано основное в Хоринском районе? Ну, это... Самое главное. В двух словах. Ну, это же большая рутина работы. Так. Были вот заложены, ну, самая большая, там, наверное, строительство, все-таки, наверное, школы. Вторая школа, которая вот, она в самом Хоринске построена, начинали мы еще тогда с Баиром Владимировичем Жамбаловым этот процесс, вот она сегодня построила. Ну, помимо этого, очень большое количество мелких вопросов, касаясь финансирования школ, поликлиник, тогда они были на муниципальном уровне, строительство, дорог, ну, это... Все понятно. Понятно. То есть, куча работа. Да. Но самая главная школа имени Владимира Матханова. Нет, не имени меня, нет, нет, в никакой мере. Владимир Эдуардович, надо сказать, что, ну, вы достаточно молодой человек, но сделали блестящую карьеру на законодательной линии, были и депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Все-таки это, наверное, вершина политической карьеры для законодателя. Вот основной урок, который вы извлекли из деятельности высшим законодательным органам страны. Имеет она смысл или не имеет? Вот многие политологи говорят, что роль Государственной Думы сведена до роли госдуры, как назвался в свое время Владимир Ползомов. Ну, основной, наверное, урок, который я для себя сделал, что многие вопросы, чем громче выкрикиваются желающим, страждущими, так сказать, некоторыми депутатами, тем она менее решаема на самом деле. То есть многие вопросы, они решаются на рабочих группах, на комитетах, в министерствах и ведомствах. А вот те депутаты, которые считают своим долгом крикнуть на пленарном заседании, ну и затем забыть это до следующего эпатажной, может быть, встречи с участием средств массовой информации, конечно, эти вопросы, они практически не решаются. Это первое. И второе, конечно же, большое количество тех замечательных людей, с которыми я столкнулся, с которыми я работал, которые сегодня в том числе и поддерживают отношения, которые, может быть, и поддерживают меня в том числе для решения тех вопросов, которые на нынешнем посту, я занимаюсь на нынешнем посту. Это люди, первое, это решение вопросов, и люди, с которыми я познакомился. Вот два больших таких плюсов. — Наростили необходимые деловые связи, так? — Не деловые, политические. — Которые сейчас, видимо, вам помогают. — Политически-административные, да. — Помогают сейчас решать вопросы? — Ну, в том числе, конечно. — Ну, в 12-м году вы стали вице-премьером, одним из самых, наверное, молодых, да, правительств, либеретий, членов. — Ну, и нет, молодых-то, конечно, не самый молодой. — А кто там у нас? — Ну, министр у нас помоложе есть. — Ангула нет? — Нет. — Я не могу найти. — Ну, есть. — Ну, ладно. Будем считать, что есть. — И не один. — Да, значит, команда молодая. — В числе молодых вы оказались, но, с другой стороны, вот вы взяли такой сложный блок, социальный блок, который требует знания, жизни, страдания людей, их проблемы, тяготы. А с другой стороны, вы все-таки достаточно богатый человек, обеспеченный, скажем так, да. Насколько вы полагаете, что соответствует вашим жизненным установкам, вашему менталитету, знанию жизни, ту должность, которую вы занимаете? Или все-таки вы страшный далеке от народа? — Ну, я понимаю, все хотят видеть на месте, на моем месте, пожилого, желательно больного. — Женщину. — Женщину, беременную, с множеством детей, чтобы на себе всецелое, через себя это пропустить. Вот, на самом деле, жизнь же, она не складывается только с сегодняшним периодом. У нас был очень большой длительный период, в том числе и в нашей семье, когда мы были простой семьей, обыкновенной семье, у которой мама у нас была преподаватель математики в школе-интернате для слабослышащих детей, отец был у нас старшим научным сотрудником в БНЦ, он получал там 140 рублей, мама получала 170, это вообще были достаточно далеко не большие деньги. И было у нас три сына. Три сына, которые нужно было прокормить, воспитать, потом, чтобы они поступили в высшее учебное заведение, и потом их там еще содержать стараться. Тогда у нас никакого бизнеса речи не было. И поэтому все тяготы, то, что это в 7 часов за хлебом, в 8 часов сдать бутылки, чтобы купить молоко, отстоять в очереди. И это талоны, это абсолютно все наше, и поэтому жизнь в том числе и в деревне, в Валарии Иркутской области, там, ну, большей части, конечно, старшие братья мои там жили, и я в меньшей степени. — Дедушки есть там? — Нет, тетя там жила, папина сестра в Валарии. Поэтому все вот эти моменты с простой жизнью, даже, можно говорить, хуже, даже с тяжелой жизнью, они как-то нам близки. Ну, хотя мы не жаловались никогда, жили счастливо, как-то весело, как-то нас никогда не страдали. Но, тем не менее, еще раз скажу, доход у нас был практически ниже среднего даже в Советском Союзе. — Владимир Владимирович, вашу должность все-таки называют должностью министра без портфелей. С одной стороны, вы курируете образование, здравоохранение, социалку, спорт, молодежную политику, пять министров под вашим ведомством. Но, с другой стороны, я зашел к вам в кабинет, достаточно скромненький кабинет, один помощник, секретарь, полномочий-то вроде особых и нету. Вся власть-то у министров, а вы якобы над ними крышуете и вроде и распорядиться-то особо и нечем, правильно, ресурсами? Как вы, говорит, оцениваете? — Власть без власти, что ли? — В некоторых регионах совмещают должность министра с должностью заместителя-председателя правительства. У нас зам.председателя правительства независим, он равноудален от всех министерств. Везде, как всегда, есть свои плюсы и свои минусы. Конечно, когда у тебя есть целое министерство большое, с подведенными учреждениями, штатами, подчиненными, какие-то вопросы легче решать. Когда в том статусе, в котором я нахожусь на сегодняшний момент, я равноудален от каждого министерства, и ежедневно практически по 3-4 вопроса касаются достаточно не конфликтов, но спорных вопросов, в том числе и между министерствами. И поэтому это позволяет мне быть равноудаленным, я считаю себя человеком справедливым, в решении этих спорных вопросов между министерствами. Конечно, можно было усилить зампредов еще небольшим штатам, чтобы более детально углубиться в анализ более глубокий. Для этого есть у нас другие министерства, министерство экономики, которое выдает всю информацию, которая необходима, министерство финансов, которое обеспечивает в том числе и контроль, и финансовый контроль, и анализ всех министерств. От усиления никто не отказывается, но есть, что есть, и в рамках того бюджета, который сегодня существует, а тем патче, который будет в следующем году, конечно, о увеличении штатной численности речи не идет. — Знаете, у меня есть один знакомый человек Сухороков, он руководитель Следственного комитета, да, Буреттия. В свое время он был прокурором Советского района, и вот как-то он однажды сказал, знаете, иной раз в плохом настроении даже прикликнуть не на кого, потому что все подчиненные дети блатных, кто судей, кто там еще какого-то до большого начальника и так далее. Мне кажется, вы в такой же ситуации, поскольку Кожевников, министр здравоохранения, большой друг и товарищ нашего главы Буреттия, да, Быкова, министр социальной сферы, социального развития, да, министр она, она вот в дружеских отношениях с супругой наговится на правильные подруженцы и так далее. Получается, что в пылу, наверное, и прикликнуть не на кого. Слушаются они вас или нет? На самом деле кричу я крайне редко, коллеги все знают, но иногда повысить голос могу, когда с 3-4 раза не слышу ответа или достойной реакции. Ну и в принципе здесь нет никаких у нас особых проблем с этим моментом. Не бегут же вылываться к голове? Ну я не знаю, на самом деле, ни одного звонка от него не поступало, никаких нареканий с его адресом по отношению, там несправедливого отношения к какому-то из руководителей тоже не было. Я думаю, в принципе, как критика воспринимается, я думаю, что… Хорошо, мы хотим услышать информацию из первых уст, которая непосредственно ежедневно работает с главой Бурятии. Кто такой Наговицын? Кто из мистера Наговицын? Многие вот продолжают считать его чужаком, что он так и не врос в бурятскую землю, что он так и не проникся нужными, значит, жителями Бурятии, считают, что у него нет перспектив на предстоящих выборах и так далее, что он остался чужаком. Но с вашей точки зрения, вы все-таки член команды Наговицын? Ну, Саня Берли, это, наверное, тот человек, который неожиданно для себя, наверное, в 2007 году был направлен в нашу республику, который на сегодняшний момент, наверное, все-таки, может быть, есть и плюсы, и минусы, равно удаленности, и не пустив здесь совсем очень глубоких корней, в виде родственников, друзей по бизнесу, друзей из предыдущего своего региона, остается сохраняется, ну, равно удаленность обеспечивает, сохраняет эту равно удаленность. Но в части его взаимоотношений личностным, должен сказать, ну, человек конструктивный, объективный, в рамках тех возможностей, которые существуют у нас в республике Бурятии, бюджетной обеспеченности, я думаю, что он оптимален, я думаю, что и те средства, те направления, которые он пытается, скажем так, сдвинуть, он в этом отношении, я думаю, достаточно стабильно настойчив. И я думаю, что ничего, то есть у нас не было никогда каких-то отрицательных или тем паче назидательных бесед, да, то есть каждые встречи конструктивные, достаточно он корректен в отношениях своих подчиненных, должен отметить, то есть во многих совещаниях он принимал участие, ну, никогда не было там повышения голоса и так далее. Хорошо, Владимир Эдуардович. Достаточно, ну, восприятие у него положительное. Положительное. Скажите, вот за эти четыре года, которые вы проработали вместе с главой Бурятии, у вас личные отношения с ним сложились? Или все-таки остаются только деловые отношения? Личных отношений нет, только... Нет, все понятно. На прошлом эфире Баир Циренов, старший, Баир Дашиевич, сказал, что на предстоящих выборах он еще не определился, готов ли он поддержать на выборах главы Бурятии Вячеслава Наговицына. Он сказал, что это зависит от очень многих факторов, но на сегодняшний день он не готов его поддержать, его выдвижение. Вот вы, как член команды Наговицыны, готовы идти вместе с ним на предстоящий выбор? Приглашал он вас в свою команду на новый срок? Была об этом беседа какая-то с членами своей команды или нет? Ну, я не знаю, такой беседы не было. Не было. Но, как и по большому счету, формального старта тоже еще не было. Но, наверное, вопрос не очень корректный в том паче, что я уже в настоящий момент являюсь членом правительства, который возглавляется нынешним главой. Я думаю, что вот это нежелание ответить, там, подержу, не подержу, это, конечно, по большому счету является предметом торга. Но я думаю, что достаточно, вот та работа, которая была проведена в течение почти пяти лет, это достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы в своей жизни. И необходим, конечно, новый этап. Нельзя быть постоянно на одном и том же месте. Я думаю, что двигаться нужно дальше, может быть, выше. И в этом плане я достаточно, ну, так, спокойно отношусь к продолжению или не продолжению своей деятельности в качестве члена правительства Республики Бурятия. И поэтому при иных кандидатурах, которые на сегодняшний момент есть, я думаю, что он фаворит этого процесса, тем не менее. Потому что, ну, как я вижу и соцопросы, и вижу, в принципе, как воспринимается человек окружающими людьми. Ну, каких-то отрицательных моментов я не заметил, честно говоря. — Владимир Эдуардович? — Ну, критика, она, конечно, есть. Понятное дело, что критика существует. Есть какие-то проекты, которые не осуществились. Но это живой процесс. Невозможно начинать процесс, зная, что он завершится положительно. В этом плане я как-то достаточно спокойно отношусь. К многим политикам, на самом деле, главное, чтобы желание было не только прокричать, но и что-то хотеть сделать. Пусть это даже не осуществится, на самом деле. Если же есть желание сделать, есть какие-то подвижки к решению этого вопроса. Я, достаточно, очень уважительно отношусь к любому. — Владимир Эдуардович, вы, надеюсь, демократ по убеждениям, да? — Да. Вот существует демократический принцип о сменяемости власти. Все-таки Вячеслав Владимирович Наговицын у нас два срока отсидел. А как со сменяемостью власти, когда вот в Америке четко это дело соблюдается, что не более двух сроков. Что же, мы, получится в будущем году один из основных постулатов демократии о сменяемости власти опять нарушен? — Ну, на самом деле, первый вопрос же был, поддерживайте или не поддерживайте ли, как вы относитесь, а не к тому, что надо идти, не надо идти на выборы. На самом деле, я склонен к этому тезису, что сменность должна происходить. Но, опять же, мы должны выжить не сменность, а сменность. То есть, если, допустим, это будут открытые, честные выборы, без давления, в том числе административного какого-то, финансового и так далее. Ну, почему, пускай человек имеет право принять участие и в третьем, и в четвертом раз быть, там, возглавить. Но должна быть попытка равная, я считаю, что не должно быть, если отдаваться каких-то преференций, и тем более предыдущий срок работы, это не должно являться, скажем, дополнительным доводом. Потому что у меня есть система, есть еще плюсы, есть минусы, поэтому человек должен в открытой борьбе победить. Но я не против того, чтобы там выдаваться, ну, у нас не единственный, это, наверное, прецедент выдвижения на третий срок. Поэтому я думаю, такая практика существует в стране, она имеет место быть. — Порочная практика, я бы сказал. Владимир Эдуардович, вы один из видных в прошлом партийных функционеров Единой России, которую оппозиционеры очень любят называть партией воров и жуликов. Вот не было обидно себя ощущать частью машины, которая работает на разграблении, разрушении страны? — Ну, самого такого процесса не было, разрушения и уничтожения страны со стороны партии. Я всегда очень против наклеивания… — Но разворовывания было. — Я против наклеивания ярлыков, на самом деле, не только в политической области, а вообще по жизни и даже всегда и своих подчиненных, будь то на заводе, будь то в правительстве, всегда есть, даю возможность три-четыре раза даже ошибиться по одному и тому же вопросу. Бывает, но это не связано с людьми, со здоровьем и безопасностью, конечно. И поэтому один раз и сразу наклеивать ярлык, тем более на всю партию, я считаю, что это ощущение в принципе недопустимо. — Ну, в общем, обидно не было. — Так же это в любом случае. Нет, абсолютно не было, потому что я знаю… — Потому что было несправедливое обвинение? — Нет, не так. Я считаю, что те люди, которые в том числе и порочат партию, должно быть принцип обязательного наказания этих, то есть неотвратимости на наказание. Вот основной принцип, я считаю. — То есть нужно наказать тех, кто обзывается? — Нет, я считаю, нужно достойно наказать тех, кто провинился. И судом установлено это правонарушение. — У нас буквально одна минута, касаясь порочащих фактов. Заякин есть такой, руководитель диссернета, который разоблачает высокопоставленных чиновников. В том числе в его поле деятельности попали и вы, и он говорит, что ваша кандидатская диссертация по политологии, которая называлась «Участие молодежи в электоральных процессах» является плагиатом, то есть воровством. Ваш комментарий, коротко. — Ну, на самом деле, это уже неоднократно был ему ответ дан по этому поводу, что плагиатом, то бишь воровством, это и является использование в том числе материалов и мыслей людей без их ведомого, чего на самом деле ни в одной из тех его обвинений не было, потому что всегда, в большей степени компиляция, это использование материалов с соответствующим упоминанием их авторов. Ну и поэтому установить это может только суд, и установить только может суд по иску того человека, чьи права были ущемлены, чьи права были, или там мысли были заимствованы. Ну, ни одного-то факта я не знаю, если кто-то… — То есть претензий к вам на воровство никто не предъявлял? — Так, как не было самого воровства. — Хорошо. Владимир Эдуардович, буквально 30 секунд для вашего обращения к телезрителям. — Ну, на самом деле, я хотел бы пожелать людям, чтобы отношение друг к другу было теплым, человеческим. Я считаю, что излишняя критика, тем более наклеивание ярлыков, оно недостойно. Я хочу, чтобы люди относились друг к другу так, как они хотели бы, чтобы относились именно к ним. И тогда вот в атмосфере взаимоуважения, взаимопонимания, я думаю, что решатся очень многие вопросы. — Спасибо. В эфире была программа «Багдаев», а у нас в гостях первый высокопоставленный чиновник, птица высокого полета к нам в студию залетела, вице-премьер правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов. Всего доброго, спасибо за приглашение. — Вам спасибо большое за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова